Уважаемые лидеры и партнеры Фухоу, здравствуйте! Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоу, передаю вам привет из Китая, из города Чжухай. Я рад приветствовать вас на нашей сегодняшней онлайн-презентации. Прежде чем начать, я хочу поблагодарить корпорацию Фухоу за отличную бизнес-платформу в индустрии здоровья. И, конечно же, я глубоко благодарен Международному бизнес-колледжу Фухоу за предоставленную мне возможность для развития и роста. Сегодня я хочу поговорить с вами о четырех видах новой продукции, представленных корпорацией Фухоу. Я уверен, что знакомство с этой новой продукцией однозначно будет полезно как для вашего здоровья, так и для вашего бизнеса. Мы все знаем, что корпорация Фухоу всего за 14 лет смогла развить бизнес более чем в 80 странах и регионах мира. Почему это удалось сделать? Я думаю, что это неразрывно связано с тем, что компания неизменно стремится предоставить людям всего мира наилучшую Яншен-продукцию и самый профессиональный церковь. Практически с самого основания компании был создан научно-исследовательский институт Яншен-фу-хоу. Команда специалистов под руководством профессора Тан Юджи ежегодно проводит большое количество исследований в сфере здоровья и непрерывно занимается разработкой новой серийной оздоровительной продукции. И сегодня я хочу познакомить вас с четырьмя наименованиями новой продукции компании Фухоу. И далее я хочу представить вашему вниманию первый продукт в нашей сегодняшней презентации. Он называется растворимый напиток с пептидами Женьшеня, Женьшень, Мульти Пауэр. Этот продукт относится к продукции Яншен-питания серии восстановления. Он помогает нашему организму быстро восстановить энергию или, выражаясь термином китайской медицины, восстановить изначальную ци. Кроме того, он помогает быстро восстанавливать клетки организма и приводить наше организм наилучшее, так сказать, оптимальное здоровое состояние. По данным исследований Всемирной Организации Здравоохранения, в современном обществе более 70% смертных случаев приходится на всевозможные хронические заболевания. В прошлом, несколькими десятилетиями ранее, основными причинами смертности были биологические факторы, например, заражение крови, различные вирусные заражения и проникновение различных микробов в организм. В то время не было достаточно эффективных лекарств, способных справиться с вирусами или бактериями. С середины конца 90-х годов, по мере непрерывного усовершенствования антибиотиков, смертность вследствие биологических факторов постепенно снизилась. Однако, наряду с этим, во всем мире неуклонно растет процент смертности из-за хронических заболеваний. Более того, и этот факт пугает, на настоящий момент в современной медицине не существует особо эффективных способов лечения этих заболеваний и контроля над ними. И сейчас показатели смертности от хронических заболеваний не только не снижаются, а наоборот растут. Здоровье и долголетие остаются неизменными стремлениями, неизменной целью людей во всем мире. И, конечно, многие спрашивают, почему же люди болеют? В чем кроются основные причины заболеваний? И этот вопрос глубоко изучается как в традиционной китайской медицине, так и в современной западной медицине. По теории китайской медицины, которая насчитывает уже не одно тысячелетие, причины заболевания кроются в недостаточности ци и крови, непроходимости энергетических каналов или меридианов и нарушении баланса инь и ян. Эти идеи постепенно были приняты многими людьми во всем мире, а компания ФОХО на протяжении уже десятков лет занимается активным продвижением этих идей и культуры поддержания здоровья Яншен традиционной китайской медицины. Конечно, в современной западной медицине также есть многочисленные исследования причин возникновения заболеваний, особенно в последние столетия. К примеру, есть очень авторитетный специалист международного уровня, основатель Американского фонда здоровья профессор Раймонд Фрэнсис. Он обнаружил, что причины заболеваний кроются в нарушениях клеток. Поэтому из всей клеточной теории он выделил только одно заболевание, а именно нарушение клеточного метаболизма. И это открытие в медицинских кругах было названо величайшим за последние 200 лет. С биологической точки зрения наше тело начинается всего с одной оплодотворенной яйцеклетки. Постепенно мы развиваемся, у нас появляются различные ткани и органы, но их основа, их базовая структурная единица, это все равно клетки. Так что наше тело это набор различных клеток. И эти исследования показывают, что если мы хотим быть здоровыми и прожить долгую жизнь, то прежде всего необходимо обеспечить достаточно веществ, необходимых для синтеза клеток. Это очень важно. И что же это за вещества? Как они называются? Это низкомолекулярные пептиды. Активные низкомолекулярные пептиды, возможно, многие впервые слышат такое словосочетание. В недавнем прошлом, в 2019 году, многие наши партнеры были в Пекине на лагере Яншен. И я тоже был там и, в частности, касался этой темы. Я рассказывал о важности пептидов для организма. И сегодня я снова хочу затронуть этот вопрос. Что такое пептиды? Можно рассмотреть это слово с точки зрения его иероглифического начертания в китайском языке. Китайский иероглиф, обозначающий слово пептиды, состоит из двух частей. Первая обозначает луну, а вторая обозначает солнце. По теории китайской медицины, согласно учению об инь и ян, луна символизирует инь, а солнце олицетворяет ян. Если говорить о людях, то женщины представляют собой инь, а мужчины — ян. Поэтому, с такой точки зрения, пептиды — это то, что объединяет в себе два начала — инь и ян. Это означает, что вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, пептиды одинаково важны для вашего организма. Так что даже из китайского написания этого слова уже видна огромная важность пептидов для здоровья. Если посмотреть на пептиды с научной точки зрения, с точки зрения исследований, то становится понятно, насколько удивительны это вещества, находящиеся в наших клетках. Что же это за вещества и как они были обнаружены учеными? Более десяти видных ученых во всем мире — биологов, химиков и так далее — получили Нобелевскую премию за результаты исследований в области пептида. Это действительно очень удивительно. Более десяти ученых изучали пептиды и практически в одно и то же время удостоились Нобелевской премии. Такое довольно редко можно увидеть в научных кругах. И это лишний раз доказывает важность пептидов для человека. Фактически исследования в этом направлении начались еще в начале прошлого века. Но только в 1984 году один американский ученый-биохимик по фамилии Мэри Филд Вдруг обнаружил в клетках определенные вещества, которые имеют ключевое значение для процессов роста и развития, а также для метаболизма. Также они играют большую роль в образовании и развитии различных заболеваний, влияют на процессы старения и смерти организма. Кроме того, Мэри Филд обнаружил, что эти вещества играют ключевую роль в синтезе белка, влияют на скорость синтеза белка, его количество и качество. Также эти вещества играют важную роль в процессе восстановления клеток, роста клеток, их развития, а также апоптоза. Более углубленные исследования показали, что эти вещества также играют важную роль в передаче генной информации и копировании генов. После того, как профессор Мэри Филд обнаружил эти вещества, он назвал их пептидами. Вот откуда, собственно, и пришло это название. И именно в том же году этот ученый и получил Нобелевскую премию по химии. После этого многие ученые во всем мире начали углубленно изучать пептиды и их функции и обнаружили очень обширное поле для исследований данных веществ. Например, было обнаружено, что они регулируют работу всех крупных систем организма. Регулируют функции клеток. Соответственно, играют очень и очень важную роль. И за исследования в данной области более 10 ученых получили Нобелевскую премию в различных дисциплинах. И это, по сути, беспрецедентный случай, когда многие ученые становились Нобелевскими лауреатами за исследования в одной и той же области. Это лишний раз доказывает важность пептидов для организма. Пептидов, о которых пойдет речь в нашей сегодняшней встрече. Сейчас учеными доказано, что абсолютно все активные вещества в нашем организме существуют в форме пептидов. В прошлом все исследования в области биологии сводились к исследованиям белков, углеводов и жиров. Например, как появляются те или иные хронические заболевания. К примеру, происходит нарушение жирового обмена и у человека появляется ожирение. Это происходит из-за нарушения метаболизма жиров. Аналогичным образом, если нарушается метаболизм сахара в клетках, это может привести к развитию сахарного диабета. Либо, если происходит нарушение белкового обмена в клетках тканей тех или иных органов, это может привести к развитию онкологических болезней или других серьезных хронических болезней. И в прошлом исследования не шли дальше изучения этих веществ. Но в результате более глубоких исследований было обнаружено, что все активные вещества существуют в организме в форме пептидов. Действительно, существует огромное количество разновидностей пептидов. В настоящее время их обнаружено уже более тысячи. Больше всего их присутствует в головном мозге, в мозговом веществе. Конечно же, пептиды присутствуют практически повсеместно в организме. В волосах, ногтях, коже, роговой оболочке глаз, кровеносных сосудах, внутренних органах. В том числе гормоны, репродуктивные функции, рост и развитие организма неразрывно связаны с количеством и степенью активности пептидов. Ученые исследовали полный цикл жизни человека, рождение, рост, взросление, старение вплоть до смерти и пришли к выводу, что биологическую жизнь можно рассматривать как процесс изменения пептидов в организме. Когда в организме человека достаточно пептидов и когда они достаточно активны, то у организма появляется мощная способность к восстановлению поврежденных клеток и регуляции тех или иных биологических процессов. В этом случае человек отличается особо крепким здоровьем. Если у вас в возрасте до 30 лет в организме достаточно много этих веществ, активных пептидов, которые поддерживают ваши органы, вы будете очень здоровым и крепким человеком. Но с возрастом или под влиянием каких-либо внешних факторов количество пептидов в организме постепенно уменьшается или снижается их активность. Соответственно, снижается способность организма восстанавливать поврежденные клетки и постепенно, естественно, со временем это приводит к появлению различных хронических заболеваний. Поэтому существует такое мнение, что лучший путь лечения заболеваний это восстановление клеток, регуляция состояния клеток и контроль над состоянием клеток. Если удается привести клетки в оптимальное состояние, то удается и избавиться от заболеваний. Поэтому важно помнить, что от заболевания можно избавиться не какими-либо лекарствами, а за счет восстановления оптимального состояния клеток. И в этом случае восполнение активных пептидов очень важно и, конечно же, очень полезно для организма. Итак, как уже было сказано, в случае уменьшения количества пептидов и снижения их активности, как уже доказали ученые, могут развиться различные хронические заболевания. Всего более 100 видов болезней. Сюда относятся и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и онкологические болезни, и подагра, и различные заболевания форно-двигательного аппарата, а также заболевания печени, почек, сердца и других органов. Все эти болезни связаны с недостаточным количеством пептидов. При уменьшении количества пептидов и снижении их активности, естественным путем необходимо восполнять их из внешних источников. И сейчас в клинической медицине используется много лекарств, в состав которых входят пептиды. И именно с этими целями, чтобы восполнять необходимое количество пептидов в организме, исследовательским институтом Фукоу и был разработан этот замечательный продукт под названием «Растворимый напиток с пептидами женьшеня» или «Женьшень-мультипалка». На то, чтобы разработать и создать этот продукт, у исследовательской команды ушло более 10 лет, и только в этом году этот продукт увидел свет. Уверен, что после появления на рынке этот продукт будет пользоваться большим спросом и любовью нашим потребителям. А далее я хотел бы рассказать о свойствах, особенностях и способе употребления этого продукта, и, конечно же, его пользы для здоровья. Начнем с основного компонента в составе этого продукта – это женьшень. В Китае женьшень считается национальным сокровищем. Он произрастает в основном в горах Чанбайшань. В данном продукте использован абсолютно натуральный пятилетний лесной женьшень наилучшего качества. Он обработан с помощью самых передовых технологий ферментативного расщепления, в результате чего нами были получены низкомолекулярные пептиды женьшеня. Многие наши партнеры наверняка хорошо знакомы с женьшеньем. Специалисты бизнес-колледжа часто говорят о его пользе для здоровья. В китайской традиционной медицине с глубокой древности женьшень считается наилучшим средством для восполнения ци. Ему отводится почетное место среди лекарственных растений, и, начиная с древнейших времен, очень много представителей аристократии и высших чинов постоянно принимали женьшень для укрепления организма и поддержания здоровья. В современной медицине женьшень также углубленно изучается. Проводится исследование на тему компонентов женьшеня, оказывающих столь благотворное действие на организм. И основные вещества в составе женьшеня называются сапонины женьшеня. Был отмечен очень сильный укрепляющий эффект сапонина в женьшене на организм. Они повышают иммунитет и регулируют все системы организма. Однако в прошлом мы употребляли женьшень очень простыми способами. Делали отвары и просто выпивали. Либо подвергали самой простой обработке, размалывали в порошок и просто глотали. И как было обнаружено позже, при таком способе употребления усвоение активных компонентов крайне низко и в среднем не превышает 2%. То есть большая часть полезных веществ просто переводится, тратится в пустую. Более того, из-за загрязнения окружающей среды, например, загрязнения воздуха, вполне возможно, что в диком женьшене могут быть остатки тяжелых металлов. И использование необработанного женьшеня может, наоборот, принести вред здоровью. Мы же подвергаем его обработке при помощи самых передовых способов, с помощью самых передовых технологий, благодаря чему нам удается в максимальном объеме сохранить сапонины женьшени и добиться их стопроцентного усвоения организма. Таким образом добиться максимального эффекта. Если вы примете пакетик этого продукта, то уже в течение 5 минут его активные компоненты попадут в кровь. А в течение 10 минут активные компоненты уже преобразуются в энергию. Таким образом вы получите практически мгновенный эффект. Кто пробовал этот продукт, тот знает, что достаточно всего лишь 15 минут, чтобы получить эффект. Далее я хотел бы рассказать об основных особенностях и преимуществах этого продукта. Во-первых, из-за своей микромолекулярной структуры он максимально быстро усваивается организмом. Для того, чтобы он усвоился, ему не нужно проходить сложный процесс пищеварения. Он впитывается через слизистую оболочку ротовой полости или желудка. Именно так он усваивается очень и очень быстро. Во-вторых, он усваивается полностью, на 100%. В-третьих, естественно, в обычной жизни мы каждый день потребляем те или иные питательные вещества. И если мы получаем прочие питательные вещества вместе с пептидами женьшеня, то у наших клеток есть приоритетный выбор. В первую очередь, они будут усваивать пептиды женьшеня. Пептиды будут усваиваться организмом в приоритетном порядке, и это тоже является преимуществом. Более того, для того, чтобы усвоить их, организму практически не надо тратить энергию. К примеру, когда мы едим или пьем что-либо, организму неизбежно приходится затрачивать немало энергии на то, чтобы это все переработать. Но пептиды женьшеня не нуждаются в этом, организму не нужно затрачивать энергию на их переработку. Далее, кроме того, что пептиды питают клетки, они также стимулируют их лучше усваивать другие питательные вещества, а также могут выступать в качестве носителя информации, способствовать наилучшему синтезу и использованию питательных веществ. Это действительно очень полезный продукт для нашего здоровья и долголетия. Можно выделить пять основных преимуществ этого продукта. Первое, и мы часто говорим об этом, за любым хорошим продуктом неизбежно стоит определенная культура. И этот продукт не является исключением. В его основе лежит культура поддержания здоровья традиционной китайской медицины, культура яншен. Женьшень сам по себе является очень популярным лекарственным растением в китайской медицине. Мы соединили традиционный рецепт и современные передовые технологии. Так что можно сказать, что в этом продукте соединились культуры Востока и Запада. Во-вторых, это уникальность рецепта данного продукта. Кроме основного компонента, пептида в женьшене, в его состав, конечно же, входят и другие вспомогательные компоненты, усиливающие действие продукта. Третье преимущество – это качество исходного сырья. Я уже говорил, что в качестве сырья используется натуральный пятилетний женьшень, произрастающий в горах Чанбайшань, который из-за того проходит технологическую обработку. Данный продукт не содержит никаких искусственных химических добавок, консервантов и так далее. Он на 100% натуральный. Также стоит сказать, что технология его производства является самой передовой на сегодняшний день. С ее помощью мы добились оптимального усвоения и наибольшей эффективности продукта. Мы самостоятельно осуществляем и контролируем каждый шаг производства, начиная от выбора сырья и заканчивая доставкой продукта нашим конечным потребителям. Именно поэтому мы можем гарантировать качество и эффективность нашей продукции. Далее я проведу небольшую наглядную демонстрацию, чтобы показать те свойства и особенности продукта, о которых я говорил ранее. Во-первых, давайте оценим, насколько хорошо этот сухой напиток растворяется в воде. Для того, чтобы принять его, вы можете просто растворить его в теплой воде от 40 до 60 градусов и просто выпить. Также вы можете добавлять его в свои любимые напитки, например, в молоко или другие напитки. Но давайте посмотрим, насколько хорошо он растворяется. Здесь у меня пустой стакан. Мы высыпем содержимое пакетика в стакан. В одном пакетике содержится 5 грамм порошка. Давайте посмотрим далее. Здесь у меня обычная прохладная вода. Обычно я бы рекомендовал, конечно же, использовать теплую воду от 40 до 60 градусов. Тогда напиток растворится быстрее. Но сейчас у нас вода комнатной температуры, но даже так этот напиток мгновенно полностью растворился в воде. Подставим его ненадолго здесь, и очень быстро он станет более прозрачным. Но самое главное, что он уже полностью растворился, на все 100%. Внизу нет никакого осадка. Как уже было сказано, пептиды женьшень оказывают мощное восстановительное действие на клетки. Они помогают запускать механизмы клеточного восстановления. И тут стоит также сказать о сильных антиоксидантных свойствах этого продукта. Почему организм стареет? Почему стареют клетки организма? Очень важная причина заключается в негативном воздействии свободных радикалов, окислений. Это в значительной степени влияет на скорость старения и апоптоза клеток. То же самое касается и кожи. С возрастом мы можем наблюдать разительные изменения кожи. И это тесно связано с процессами окисления. И сейчас мы пронаблюдаем антиоксидантные свойства этого продукта. Точно так же возьмем стакан и нальем немного чистой воды. В самом начале нашей жизни, в самом детстве, у нас, как правило, очень чистая кровь. Но потом, по мере взросления, все больше и больше вредных веществ попадает в организм, накапливается в крови и других жидкостях организма, и постепенно кровь загрязняется. Из-за чего появляется гиперлепидемия или повышенная вязкость крови. Дело в загрязнении крови слишком много вредных веществ скапливается в крови. Но возвращаемся к нашему опыту с окислением. Это очень мощный окислитель. Его можно сравнить с вредными веществами, попадающими в организм извне. Вот так незаметно вредные вещества попадают в организм и загрязняют его изнутри. Так в нашей крови скапливаются загрязнения, откладываются на стенках сосудов и загрязняют организм. Если мы стремимся к здоровью и долголетию, нам, конечно же, нужно постоянно давать организму мощные антиоксиданты. Это очень важно. А теперь давайте посмотрим на антиоксидантные свойства напитка Женьшень Мульти Пауэр. Обратите внимание на цвет. После того, как мы добавили напиток, вода мгновенно стала прозрачной за счет реакции восстановления. Так что, дорогие друзья, если мы будем каждый день принимать пептиды Женьшеня, то каждый глоток этого прекрасного напитка будет снабжать нас достаточным количеством антиоксидантов. Снабжать нас веществами, способными вывести свободные радикалы и очистить организм. И наше тело постепенно будет становиться более и более здоровым и крепким. Ранее я говорил, что для усвоения этого продукта ему не обязательно проходить через желудочно-кишечный тракт. Он может усваиваться через слизистые оболочки. И даже через кожу. Поэтому не нужно выпивать его залпом. Можно подержать его немного во рту, а потом медленно проглотить. Кроме того, у этого напитка отличный вкус. Кроме того, если на коже есть небольшие ранки, вы можете взять остатки порошка из пакетика и нанести на ранку. Также можно наносить его и на высыпание, на прыщи. Это также будет способствовать заживлению. Если вы поранились, можно взять порошок или даже уже разведенный напиток и смазать кожу. Он очень быстро питается вкуп. На что еще способен этот напиток? Если вы принимаете его одновременно с пищей, то организм будет первым делом усваивать именно его. И тут, наверное, стоит сказать, кому прежде всего можно использовать этот продукт. Я думаю, что он нужен абсолютно всем. Если вы здоровый человек и стремитесь сохранить здоровье на долгие годы, либо являетесь приверженцем здорового образа жизни, то вы можете выпивать по одному пакетику в день. Принимать его следует утром натощак. Это зарядит вас энергией и бодростью на целый день. Если вы находитесь в ослабленном, предболезненном состоянии, я бы рекомендовал вам принимать по два пакетика в день. Один утром и один вечером. Но вечером старайтесь принимать его до 21.00 и также натощак. Если у вас уже есть какие-либо заболевания, возможно, серьезные болезни, то вы можете увеличить дозировку. В этом случае вы можете принимать по два-три раза в день. И за раз вы также можете принимать как один, так и два пакетика сразу. Если мы говорим о людях с плохим состоянием здоровья, которым нужно быстро восстановиться, то я бы рекомендовал делать именно так. Так же это касается офисных работников, людей, работающих в сложных условиях, людей, часто контактирующих с различными излучениями. Например, в офисе, перед компьютером, либо проводя много времени со смартфоном, мы подвергаемся излучению. Так же, как и при контакте с любым другим электрооборудованием. И этот продукт может надежно защитить вас от вредного воздействия излучений. Так же он подойдет девушкам и женщинам, стремящимся к красоте. Используя этот продукт, вы заметите, насколько улучшится ваша кожа. Еще этот продукт отлично подойдет любителям спорта и активного образа жизни. Он поможет быстро восстановить силы после тренировки, укрепить тело, и так же поможет получить лучший эффект от тренировок. Что касается людей с тяжелыми заболеваниями, такими, как, например, онкология, то после прохождения химиотерапии или радиотерапии, им необходимо как можно быстрее восстановить иммунитет. И для этого они могут в больших количествах принимать продукт. Более того, этот продукт можно использовать параллельно и с другой продукцией Фу-Хоу. Например, эликсиром Феникс, капсулами Лиджи, кальцием Хайцаугай и другими продуктами. Это будет очень хорошим вариантом. Дорогие друзья, пока это все, что я хотел бы рассказать вам об этом новом продукте на сегодня. Спасибо. Спасибо.